Жители домов по улице Нейбута всеми силами пытаются восстановить дворовую детскую площадку. Несколько лет они занимались ремонтом своими силами, однако возможности уже исчерпали себя. На реконструкцию игровой территории жители многоэтажных домов потратили уже почти 200 тысяч рублей из собственного кошелька. Несмотря на это, огромный двор все еще требует немалых вложений. Много лет нуждается в замене старинная деревянная горка, а также игровой комплекс. Он одрехлел настолько, что давно стал опасным для юных посетителей площадки. Вот здесь все отломано, я это все восстанавливал. У нас до сих пор даже здесь нет ни турника, ничего нет. Со всех домов дети здесь собираются к нам с 8 вечера и до 11. Им нечем заниматься. Мы в том году приняли решение нашим домом, 150 тысяч выделили, поставили несколько качель. Песочницу как бы. Ну и мы просим город, чтобы могли бы что-то сделать, оно уже все старое. Хотелось бы, я не говорю, что там какой-нибудь городок нам большой там сделать, ну хоть что-то нам помогите сделать, потому что я вот и в этом году 60 тысяч выделил. За советом жители района обратились к депутату-коммунисту Сергею Жукову. Народный избранник рассказал людям о городских грантах. Победителям таких конкурсов предоставляется финансовая возможность ремонта детских площадок, асфальтового покрытия и спортивных комплексов. В отличие от советских времен, когда дворы переоборудовали для детей за счет государства в обязательном порядке, на сегодняшний день гранты единственная надежда. Однако станет ли победителем именно этот двор – большой вопрос. Эта проблема у нас в городе существует, ее отрицать нельзя. Но вот в данной ситуации мы видим, что здесь площадка не благоустроена, скажем так, есть много минусов. Посмотрим, посоветуемся с ними обратиться и в администрацию, в первую очередь в администрацию центрального района. Есть вероятность, что придет и оттуда помощь. Со своей стороны коммунист Жуков обещал держать руку на пульсе и в случае неудачи на конкурсе помочь людям депутатскими запросами.